У стен законодательного органа сегодня было довольно неспокойно. Здесь разбили стеклянную дверь на входе в здание. Виновником оказался 43-летний мужчина, которого полиция и застала на месте преступления. Таким способом злоумышленник выразил свое недовольство работой депутатов. В качестве орудия своего незаконного деяния он выбрал молоток. Мужчину задержали на трое суток. Как выяснилось, ранее он не привлекался за правонарушения. Мужчина молотком разбил центральную дверь парламента. Здесь мы видим, что было нанесено два удара, в результате чего стекло оказалось повреждено. Мы поинтересовались у карабинеров, патрулирующих этот участок, видели ли они, как мужчина шел к зданию с молотком. Но те ответили, что утром здесь была другая группа патрульных. По данным полиции, инцидент произошел сегодня около 9 утра. Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который вел себя достаточно агрессивно. Его припроводили в отделение полиции для допроса и установления всех обстоятельств. Ближайшие 72 часа он проведет в следственном изоляторе. Прибывшие на место полицейские зафиксировали нарушение, но подробностей нам сообщать не стали. На просьбу предоставить нам в распоряжении видео с камер наблюдения, в службе госохраны сообщили, что все материалы отправлены в полицию. Опубликовать же кадры не могут, чтобы не навредить следствию. Пришедшие на работу сотрудники парламента были весьма удивлены, когда увидели разбитую дверь. У нас достаточно подозрительных сил в Молдове, которые могут пойти на провокации. Посмотрите, что происходит на левом берегу Днестра. Полиции мужчина заявил, что недоволен работой депутатов. Что вы об этом думаете? Разумеется, люди могут быть недовольны любым парламентом, но я думаю, что это провокация. Конечно, я не считаю нормальным такой поступок, но думаю, подозреваемого следует привлечь к ответственности. На правонарушителя открыли уголовное дело. За хулиганство ему грозит до 52 тысяч леев штрафа, либо же до 200 часов неоплачиваемых работ на пользу общества. Светит мужчине и до трех лет тюрьмы. Окончательное решение – примет суд. К уголовной ответственности, по данным полиции, мужчина ранее не привлекался. К слову, это не первый подобный случай. Ранее другой мужчина разбил стекло на входе в здание правительства. После этого он направился в парламент, где также вел себя агрессивно. Тогда он изъявил желание, чтобы его посадили в тюрьму, пожаловавшись, что ему негде жить и нечего есть.